МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас, святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. Без барьеров створения спряльного сярода для людей с инвалидностью обмерковывали на сессии Аблсовета. Эффективное супрацовнество Ажихары Гомельского района собрали сродки на доброе упорядкование дороги, специалисты выполнили работы за кошт предприемства. Для детей в учебу, гульни и спорт – нияк недорослые проблемы. С закликом до батьков звернулась директор детячего фонда Лариса Мяжевич. А зараз об этом и иншим больше подробязно. На сегодняшней сессии Гомельского областного совета депутата уразглядели пытания по створению без барьерного осярода для людей с замежеванными махчимостями. За четыре года реализация ответственной державной программы в области доброупорядковано больше, как 700 объектов, что в четыре раза больше, чем плановалося с початку. Разом с тем, казаться об отсутности проблем у этой справы – пакуль рано. Загученные по часу работы сессии информации ознайомились наши корреспонденты. Зараз на Гомельшине распрасованный план-график по этапного створения без барьерного осяродя у домах, где проживают инвалиды-спинальники. Усяго работы запланованная на амаль трохстах объектах. Для людей с инвалидностью это, бадай, самое главное – меть махчимость без перашкод выйти с дому. Первое – это, что должны быть созданы условия беспрепятственного выхода любого человека из своего квартиры, из своего дома, если этот дом многоэтажный где-то. Потому что все остальное, что будет делаться, оно практически останется невостребованным. То есть, первое – человек должен самостоятельно выйти из дома, беспрепятственно передвигаться по дворовой территории, опять же, беспрепятственно воспользоваться остановкой общественного транспорта и самим общественным транспортом. То есть, вот возможность добраться до любой точки в населенном пункте нашем. Поэтому это должен быть комплексный, обязательно подход. Если мы в городе закупим достаточное количество автобусов, троллейбусов, но людям не будет возможности добраться и воспользоваться им, к чему тогда это нужно? Поэтому надо рассматривать эту проблему именно под таким углом всегда зрения. Смытой створения для людей с обмежованными махчимостями больше зручных умов у новых шмат поверховых домах продуглеживаются сушасные лифты, которые спиняются не на первом, а на нулявым по версии. Что ты же с громадского транспорта, то зараз, каля 40% рухомого составу складаются так званые низкопольные автобусы и троллейбусы. А про жатого есть потребования до транспортной инфраструктуры. При благоустройстве дорог, улиц также предусматриваем понижение, бордюра, значит, обозначение перед перекрестками, перед поворотами, чтобы эти люди могли беспрепятственно двигаться по нашему городу, по нашим общим городам Гомельской области. Для больше эффективного выражения возникающих питаний при формировании мясовых бюджетов на черговый финансовый год пропонуется обовязково продуглеживать у их сроки на створение безбарьерного асяродзя. Уваголі, прадметно займаться гэтыми пытаннями у Беларусі пачалі толькі у минулым 10-ти годзі. За гэтый час зроблена шмат, але прагытам вызначыўся і шарах проблем, які патрабуюць дадатковых затрат. У нікатурых аб'єктах соціального празначэня, напрыклад, тэш дзверы рабілі такой шарыні, што на звычайной инвалідной колясы праехаць праз'ях немагчыма. А праша таго на большасті аб'єкту створэння безбарьерного асяродзя, звичайно обмежовуваецца толькі пандусами, прашім низавсёды безпешными для людзей. В аддельных случаях недостаточне фінансіровання, а в некоторых случаях і просто недостаточне внимання спеціалістів, які, или руководителі, які должні цим вопросам займатися плотною, поняти, в перу очередь, необхідимості цього обустройства, ну і в конечном итоге діла. Скажу откровенно, що в любой ситуацію, в любому зданию, в любому можна знайти выход із сложившихся ситуацій і обеспечити доступ маломобільних груп. Олександр Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». При першій махчымости «Гомель» облаутотранс і готовий продоставити транспорт для доставки паломників-хасидів до святыни в Україну і у аеропорт для вертання до дому. Зараз на нейтральной полосі поміж Беларусью і Україною знаходяться свыше тисячі чоловік, які накеровуються на могилу Цадика Нахмана у город Умань. Пропуск праздновує Ярылович і Спынины. Тому люди застаються для границ, в надії добраться до місця призначення, де планували отзнашити Новий год по національному календарі. Подорушені старшини Абл-Ваканкама, Геннадія Солов'я, «Гомель» облаутотранс накерував на границю автобуси для організації надшлегують пачинку людей. Вся род подорожників є діти і старые. Ситуація знаходяться на контролі керівника державы і обласної улади. Ворожать проблеми разом. Жихары трох садоводницьких товариствів і «Вєзки-Плес» з «Гомельського района» собрали сродки на добре упорядковання дороги. У свою чергу спеціалисты Дорожно-рамонтного будовничого управління номер 113 провели усі необхідні роботи за кошт підприємства. Причим у выходні дні, що дозволило не порушать запланований графік робот на інших об'єктах. Наші корреспонденті с підраб'язанстями. Дорога на «Плес» у дашніку «Вєзковца» у нікольких годів викликала однозначне меркавання. Дренне. Хоть по великим рахунку, полноценной дорогі гэтый участок довженій каля полутора кілометрів ніколі не був. Шматліки ямки, обмежаванная бачнасть за пастоянного пылу. По гэтай прішині сюди у парта не жадали ехать ні державные автобусы, ні приватные маршрутки. Рамонт казали, ніякі доходы компенсовать не можуть, а дайзти пешу на дачу цю «Вєзку» було саправдним випробуванням. Проходилося ходити от старої «Волотовы» і вот до цього, це скільки тут примерно, кілометр три більше, по пыли, по ямам, в дождь не пройти, треба сапоги резинові. Ну, в общем, короче, дуже було некомфортно ходити. Єдемо машини, ну, транспорт теж ходил редко, під'їхати невозможно. Ну, дуже було плохо. За ініціативою доброупорадковання дороги выступили члены одного садоводницьких кооперативів, яких підтримали інші дачники і «Вєзку»ці. Спочатку вирішили собрать по 50 рублів. Потім, коли зрозуміли, що гэтых сродков не хопять, сумму поверіцьшли. Набытого асфальта гранулята хопила, каб доброупорадковать каля одного кілометра 300 метров дороги. Пришим усі роботи, за власний кошт провело Дорожна рамонтнае будовнішчо управління номер 113. Працавалі у выходные дні, що дазволіло не порушать запланований графік роботи на інших об'єктах. Правда, дать гаранты і таго, що така дорога прослужить довго, не може ніхто. Урешті у її основі асфальт, який під час рамонту був знят із інших участков і відповідним чинам перапрацваным. Усувізі з гэтым, тепер люди планують звернутися у облаконкам з просьбою заасфальтовать дорогу. У такім випадку яна стане надійной. 30 сентября мы записались к замістителю губернатора на прием і будем поднимати там цей вопрос. Олександр Цюром, Марина Северіянова, Валерий Хапанько, Телерадо, компанія «Гомель», Гомельський район. Політика справа дорослых, дітям, дятінства. Як і багато іншого такого погляду притримується Лариса Мяжевич, директор Гомельського обласного отделення Белорусського дитячого фонду. Каб выразить своє мерковання на кон того, як ситуація навокал уплыває на психику і на строй дятей, яна звернулася у нашу редакцію. Кажа, наполела, шкода дятей, життєвий світопогляд, яких тільки починає формуватися. Ви, наверное, як ніхто, заботитесь о діті. Ви, мама, наверное, для огромного количества дітей. І вот то, що ви обратились к нам в редакцію з просьбою высказати своє мнення, неслучайно, і, конечно, ви маєте на це право. Понимаю, що політична ситуація коснулася кожного із нас, у кожного свої взгляду на цей счет. Но, наверное, самое главное – це сохранить дітей, їх психику, оградити їх от того, що происходит вокруг. Расскажіть, будь ласка, яково ваше мнення? Ну, мені хотілося б, звичайно, обратися, обратися ко всім взрослым, к родителям, що ми всі в відвіте за наших дітей. За то, що саме ценне у нас є, це здоров'я дітей. І Белоруский детський фонд в тому числе заботиться о дітях. І заботиться постоянно о дітях. Более 32-х лет Белоруский детський фонд оказыває дітям в сложной жизненной ситуации, помогає дітям-сиротам, помогає дітям-інвалідам, талантливим деткам-сиротам. Однак сегодня очень сложна обстановка стала. І родители, не понимая, виводят дітей на ці несанкціонірованні митинги. Нужно обезпасити дітей, не забывая о том, що ми в відвіте перед ними. Діти должны учиться, займатися спортом. Діти должны розвивати своє творчество, бути середі своїх сверстників і нікого другого. Ми лишаємо этого. Ми, взрослі, с вами в відвіте перед дітьми. Убедітельна просьба ко всім родителям, ко всім тим, хто занимається воспитанням дітей, подростку, молодих людей. Не вовлекайте в эти игры, ненужные для дітей. Ведь для дітей очень слабая психика. Не нарушайте. Сохраните жизнь дітей. Обезопасьте дітей. Право дітей на счастливое дітство. І ми, взрослі, с вами не маємо права лишати этого наших дітей. Діти – це наше будущее. І діти должны бути счастливі в своєм дітті. Давайте ми вместе з вами защитим беззаботне наше дітство. Протягуємо випуск. У День бібліотек Республіки Біларусь Гомельская Ленинка традиційно отзначила бібліоноч. На рахунку головной бібліотеки в області гэта восьмая подобная мероприємства. У селітніх умовах проведення свята викликала питання. Тим не менш перашкоды поспяхово переодоліны. Подробязністі у наступному сюжеті. Для Ленинки кожнае адкрыцьо бібліоночі – візітная картка вечара. Гэта завсёды яскрава і запамінальна. У гэта раз артысты Народнага бібліотэчнага театра «Гараки» паўсталіў в образах пісьміннікаў юбіляраў. І Агата Крысті, і Ганс Хрыстіян Андерсен, і навад сам Рэй Брэдберы запрасіли гастей на свята. Дарэча, об гастях. Мероприємства сабрала кніга «Любаў», які сапрауды чакали гэты дзень. Супрацовнікі бібліотэкі удзяшны ім, бо мінавіта яны робець бібліоноч жывой. Чесно гаваря, мы в свізі з вас такой вот сложной обстановкой, эпидемиологіччя, очі самніваліся в том, што сьогодні людзі к нам придут. Но случилась, наверно, чудо. Саме ожыдаемае чудо сьогодні. Самый огромный падарак для всіх нас, бібліотекарей. Сё лето свята немае адзіной тематакі. Аднак адсутныць концэпцій і ёсь сваего роду концэпція бібліоночы. Пляцовак мноства і ўсе максимальна разнастайная. Напрыклад, юрыдычны клуб. Любый жадаючы змог бясплатна атрымаць консультацію ў професіанальнага юрыста. Навад ў прокурора Гомільской в області. Кагості цікавіла, які грошы былі на тэрыторіі нашый країны ў минулым стагодзі. Экспазіція ў музеі рэдкай кнігі цалкам адказала на гэтае пытання. Увазі наведовальнікаў матыріялы з унікальный приватный калекцій. Презінтація кніг гомільскіх аутарав, вучоных, інтэлектуалав, якімі ганарыцца горад, стала яшы адной нагодай докрануться до свята кнігі. Дэвіз бібліоночы – цікавая і карысная усім, ад дорослых до юнакоў. Чудно, все чудесно. Мы ходили сюда уже в прошлом году. В прошлом году это была мифологіччя, по-моему, тематика. На пятницу 12-го падала. Это Сергей Есенин, наш любимый поэт, практически, после Маяковского. Да. Вот. Чудно, чудесно. 2020-й год – не просты для бібліотэкароў. Пандымія COVID-19 унесла коррэктивы ў дзейнасть работнікаў культуры. З многими тяжкастями треба було сутыкнуцца, каб реалізаваць ўсё заплановаўае. Аднак ніякі і знешні абставіны не сапсавалі обласной бібліотэце ёе галуўна свята. Микалай Скинціян, Ігор Марышчынка, телерадоў компанія Гомель. Віват бібліотэка – професійная свята сустракалі і ў Центральной городской бібліотэце імя Герцена. Гамельчан запросіли на дзень открытых двярэй. Свята распочалося з адкрытя выставы живопісу «Тэтрыс» выхаванців педагога гомельцкага мастацкага коледжа Сяргея Игнатенкі. Маладыя людзі ў першыню паказалі глядачам свея семестравыя работы – портрэты, натюрморты і пейзажи. У експозиції была і картина самого Сяргея Игнатенкі, члена Беларусського Союза Мостаков. Далі ў программе – презентация книги Александра Некрашевича «Істория города Гомеля і його новокольных землів з осторожитності до наших дзён». Александр Некрашевич былын на месник начальника управліня внутрніх справ гомельцкага облвыконкама, полковник милицій у запасі і автор нікольких историчних выданьів. Новая книга написана ў жанры документальной оповісти. У ёй десять разделов, кожны з яких адлюстровує певную гістаричную эпоху. Автор запрашає чытачоу подорожжа, починаючы з эпохи раннього Палеоліту, осветляючы гісторую Гомеля вперед старожитно-русской державы, у часы ВКЛ, речі Посполитой, золотого часу розквіту города при Румянцевых і Паскевичах і до теперешніх часов. Завершилася свята открытём выставы живопису «Камень сутыкнення» Норака Сарабікяна. У основі экспозиції 20 картин, створених за гетый год. Каждая из нас является так или иначе читателем. Даже тот человек, который, может быть, и не записан пока в библиотеку, но без чтения сложно представить сегодняшнюю жизнь. Поэтому после небольшого, скажем так, периода затишья, мы возобновляем свою активную деятельность. Я имею в виду масовое мероприятие, потому что свою работу мы не останавливали. Наши активные читатели по-прежнему посещали нас на протяжении всего лета, старались побольше взять литературы. То есть любители чтения от нас никуда не ушли. Нас это очень радовало. У ближайшие дни у Беларуси отшувально похолодая, а порывы ветру будуть досягать 15-20 метров за секунду. Усовеці з гэтым обвешаны оранжевы узровень небеспеки. У шатверу в нашем регионе яшчэ будзе досыць тёпло. Унаши до 18-ти, у день до 26-ти градусов. У особных районах Макшимына в Вальнице. В ночі раніцей слабый туман. Ветер пауднёвыць пероходом на пауночь на заходні, порывісты. А ось у пятніцу стане прыгметно холодній. Унаши 9-11, у день усягод до 12-ти тепла. Опадка у них шакается. У выходные дни прогнозуюцца ясна и комфортная надворья. Паветра максимально прогреется до 18-ти градусов. Гэта и іншая новинная информация о проектах телерадио-компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершено. Усяго доброго и до зустречі у эфіры. Де-факто на телеканале Беларусь 4 Гомель в студії Николай Скинтиян. Здравствуйте. Украинские пограничники задержали Хасида, который попытался перейти границу по болоту. 42-летний гражданин Израиля был обнаружен групой военных. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, нарушитель решил пройти через болото, чтобы попасть в страну. На него составили протокол и вернули в Беларусь, запретив въезд в Украину сроком на 5 лет. Сотрудники наркоконтроля задержали в Гомеле двух курьеров интернет-магазина по продаже психотропов. Наркодельцов взяли при поддержке кинологической службы войсковой части 55-25. В ходе обыска у двух 24-летних нигде не работающих гомельчан изъяли почти 29 граммов альфа-ПВП, а в ходе рейда по местам закладок наркотика еще 18 граммов. Всего было обнаружено 30 свертков, возбуждено уголовное дело. В Чечерском районе грузовик наехал на 9-летнего мальчика. Ребенок двигался на велосипеде вдоль обочины, а машина совершала опережение. Как сообщили в ГАИ, наезд произошел в деревне Меркуловичи. По предварительной информации, в момент, когда грузовик объезжал юного велосипедиста, тот повернул налево. С травмами различной степени тяжести мальчик доставлен в больницу. Сотрудники ГАИ обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра на дорогах. Нашел ключи от Мазды и угнал автомобиль из-под носа у хозяина. В Гомеле пьяный мужчина решил прокатиться с ветерком на машине соседа. Он нашел ключи с брелком прямо у иномарки. Милиционерам рассказал, что попытался дозвониться хозяину, но тот не снял трубку. И поэтому джентльмен удачи решил ковать железо, не отходя от кассы. Около дома номер один на проспекте Ленина его остановил экипаж ГАИ. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. О том, что Мазда в угоне, хозяин узнал от сотрудников. Результат поездки, четыре административных протокола и уголовное дело. К чрезвычайным ситуациям. В областном центре накануне горело неэксплуатируемое производственное здание на улице 8 Нагородний. Открыто огонь был виден над крышей складского помещения. Спасатели, которые прибыли на место ЧП, оперативно справились с возгоранием. Пострадавших нет. Пострадала кровля и стены здания. Предварительная причина пожара – поджог. На сегодня это вся информация. В студии работал Николай Скинтиян. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Анна Корольчук. Здравствуйте. Хоккейные клубы «Гомель» и «Металлург» завтра проведут домашние поединки. Подопечные Сергея Стася сыграют с Минской юностью. Начало в 19.00. В этом матче примет участие и форвард Евгений Кунцевич. Он успешно прошел просмотр и подписал контракт до конца сезона. А в «Жлобине» «Металлург» встретится на домашней площадке с солигорским шахтером. Старт в 19 часов. В Гомеле сегодня открылось первенство города по боксу. В соревнованиях участвуют школьники 2006 года рождения и младше. Всего около ста спортсменов. Лучшие из юных боксеров смогут получить билет в сборную области. Завершится турнир 18 сентября. В Гомеле прошли первенство области среди кадетов и молодежи по тейквондо. В младшем возрасте боролись юноши и девушки 2006-2008 годов рождения. По итогам золото досталось спортсменам из Светлогорска. Серебро у гомельчана, бронза у представителей Жлобина. У молодежи выступали тейквондисты 2000 года рождения и младше. Первое место у сборной Гомеля, второе у Жлобина, третье у Светлогорска. Первенство по академической гребле спортивного общества «Динамо» стартовало в Гомеле. В турнире участвуют юниоры, юноши и девушки 2003-2006 годов рождения. За награды борются 80 спортсменов из шести школ страны. Продолжатся заезды завтра. Награждение победителей и призеров турнира пройдет по окончании стартов. Турнир среди болельщиков футбольного клуба «Гомель» пройдет 20 сентября. В ежегодных соревнованиях примут участие 16 команд. Прием заявок еще открыт. Для регистрации необходимо собрать команду из пяти-восьми человек и предоставить данные специалисту по работе с болельщиками клуба. Поединки пройдут по упрощенным правилам мини-футбола. Один вратарь и четыре игрока. На площадке тренировочного поля футбольного клуба «Гомель». Подробности в официальной группе клуба. А на этом пока все. С новостями спорта вас знакомила Анна Корольчук. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова